итак кто мне скажет какие два основных мировоззрения существуют все остальные что является центром поклонения в теизме но в широком смысле в данном случае были мы говорили о платоне аристотеле древнегреческих философов ты платон был теист то есть он изначально верил в богов потом он пришел к выводу чтобы очень многие юридические философы были теистами не верил в богов то есть они верили что это нечто выше чем человек что является объектом поклонения у гуманизма человек совершенно верно какое из учений гуманизм или это из будет нашим уже гуманно относиться к любому гуманитарки занимаются все гуманисты могут заниматься хорошими делами на самом деле там красный крест помощь беженцам и прочее 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 вот но там где человек является высшей ценностью там зависит от того какой именно человек станет этой ценностью и это всегда в конечном итоге выражается в тоталитарном строе в терроре в гильотине гулаги и прочее 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 теизм там где человек не является высшей ценностью там заповедь подобное заповеди по возлюбить бога своего возлюбит ближнего бога и саму себя поэтому не покупайтесь на вот гуманисты очень часто позже мы говорили когда разбирали логические ошибки поменяют понятие раз ты не гуманист значит и плохо к людям относишься знаете но к сожалению мне доводилось встречать и верующих которые где так люблю бога что мне до людей времени остается но это как раз то о чем иисус то и предупреждал и о чем предупреждали апостол так ты можешь любить бога которого не видишь и ненавидеть брата своего и мы с вами начали разбирать мировоззрения которые значит наибольшей степени влияют на те мысли которые сейчас головах у наших современников и что эти мысли на самом деле очень древние корни и первое что таком мы говорили мы говорили о плотине раннехристианском около христианском философии который по сути дела является основателем неоплатонизма то есть учение платона платонизм это он значит немножко подновил учение платона разбавив его христианской терминологией теперь это очень называется неоплатонизм так или иначе она оказывает очень сильное влияние в том числе на христианскую доктрину в особенности на западных христианскую католическую в принципе томизм следование учения фома и квинского и неотомизм его современное выражение в конечном итоге своих корнях имеют самый неоплатонизм плотина значит каково главное идеологическое наследие плотина статически статьи не стоит 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 это были греческие философы которые собирались в галерее 100 это галерея по-галерее статически такие статика есть динамика по физике школе учили даст вот бог статичен он не изменяем не значит не вас молитва невозможно общение с ним невозможно три единства невозможно воплощение невозможно все это противоречит идеи бога так как его воспринимает в платоновском концепции плотин второй мыслитель который оказывает наибольшее влияние на современные умы это так это был плотин блаженный августин или как называют святой августин но хотя он отец церкви 4 века то есть еще до разделения православной церкви и католической церкви все все равно в общем то православных на него есть зуб поэтому на святого православной церкви не дотянул и только всего лишь блажен дело в том что в свое время августин разрабатывал богословие три единства божьего на основании того что бог есть любовь и насчет говоря что уже само понятие любовь включает себе любящего любимого и взаимоотношения любви между ними вот и поэтому бог бог не может быть не может не быть троичен и таким образом любовь это включает отца сына и взаимный дар любви между ними духа святого если вы помните потом доктринальный догматический повод раскола был вот это вот самое учение филиоквы да вот этот взаимный дар любви он как раз и включает в неявном виде учение филиоквы и хотя учение августина православной церкви принимает все но она его не возводит в рану отцов церкви которые святого Василия Великого и так далее значит наследие августина это этическое мышление августин очень большое влияние вообще оказал на богословие и на современное мышление вот но будучи ученым и в общем-то основателем того что впоследствии станет с холастикой и по большому счету даже то что потом станет кальвинизмом как сказал карл бардс кальвинизм это победа августиновской доктрины благодати над августиновской доктриной церкви значит при том при всем августин кальвинистом не был у него был баланс вот этих то есть он с одной стороны именно он впервые вводит понятие предопределение и вводит его именно потому что для него остается загадкой почему его такого грешника бог все-таки пред избрал для служения себе точно но по сути дела как подобен павлу который вот расстигнул своего значит стыда за свою прошлую жизнь может до конца жизни как мы видим из послания павла тоже было и с августином вот но при этом августина вот именно бог любовь было главным и когда были как раз донатистские споры то есть люди которые отошли от веры во время преследования но не отшли а отреклись либо ты отрекаешься либо мы тебя убиваем ноги отреклись потом после этого они когда обгонения закончились стали каяться возвращаться в церковь и возникла группа донатистов которая говорила нет все кто один раз отрекся тому братом всяких пути нет вот и густинка раз выступил сказал что по букве писания неправы они совершенно неправы по духу писания что дух писания гораздо важнее то есть описание для нас это не инструкция это скорее путеводитель ко Христу вот и путь ко Христу указывает что нужно поступать совершенно иначе вот но донатисты откололись от церкви сказали что вся остальная церковь это значит предатели значит отступники ну и постепенно донатистская церковь вымерла естественным путем никто с ним не сражался никто не боролся но при таких жестких требованиях в нее никто не поступал старые постепенно умирали естественным путем донатисты прекратили существовать большое дело начинается с малого пожертвования и пятью хлебами можно накормить 5000 человек поддержите наш проект молитвой и финансами о чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте 3wtv seminary.com вот что касается апологетики и соотношение веры и разума как раз августин поставил если для плотина и всех его последователей понятия значит веры и понимания были несовместимы бог вне понимания вне знания вне откровений прочее то у себя раз возвращает это на фундамент библейский будет я верую для того чтобы понимать то есть именно вера придает смысл тому что я знаю из науки что я знаю из жизни жизненного опыта без веры значит мы этого понять не можем как у себя весь порядок все происходящее весь смысл идут из от бога разум на службе веры без понимания вера не имеет полноты августин любил ссылаться на такие места как исай 7 9 если вы не верите то потому что вы не удостоверены оси 46 и стеблён будет народ мой за недостаток ведения 2 тимофею 1 12 который мы уже неоднократно на протяжении наших занятий цитировали я знаю в кого я уверовал он говорил что разум без веры вера без разума хрома разум без веры слева в шуме а в в в